Тысяча лиц, одна победа. На этой стене словно оживает история. Восьмиклассница Анастасия считает, герои живы до тех пор, пока жива память о них. Сейчас Ирина Николаевна тебе даст, пожалуйста. Здравствуйте. Это Рочинский Иосиф Денисович. В составе 255-й морской бригады под командованием Куникова высаживался в составе и воевал в вызывании старшего пулеметчика на малой земле. Он награжден медалью за оборону Кавказа и орденом Красной Звезды. Мы сегодня пришли всем классам, чтобы почтить память тех, кто защищал эту землю и отдавал жизнь за будущее поколение и просветание нашей страны. Помнить, чтобы жить. Так новороссийцы рассказывали о своих героических родственниках, которые порою ценой собственной жизни защищали родину. Жители города-герои несли к стене памяти семейные фотографии военных лет ордена письма с фронта. Здесь письма, оказанные своим памятным родственникам. Также организованы рисунки от детских садов, школ, как о великоличной памяти 9 мая. Увековечить память отцов, дедов и прадедов мог каждый. На стене памяти новороссийцы оставляли слова поздравлений и благодарности за победу героям-победителям. Акция «Стена памяти» проходит в нашем городе в третий раз. И, по мнению организаторов, ей суждено стать традиционной. Ведь с каждым годом количество ее участников становится все больше. Кроме того, в каждом районе 9 мая были развернуты полевые кухни. От славных героев Второй мировой Они завещали нам жизнь без печали И ясное небо над головой Всеми любимые песни военных лет. Полевая каша и, конечно же, фронтовые 100 грамм. Вот он, традиционный солдатский привал. Это своеобразная инсталляция того, как во время войны перед солдатами, отдыхавшими после боя, выступали фронтовые агитбригады. Пусть он землю сбережет родную, А любовь Катюша сбережет. Землянка, синенький платочек, Катюша. Эти песни пели и тогда в 40-е, на передовой. Поют их и сегодня. В этот день поближе к полевой кухне старались быть даже те, кто следит за фигурой. Ведь ее, эту самую фигуру, кашей не испортишь. В один голос утверждают повара. Гречка, тушенка и совсем немного соли. Авторство этого вкусного и сынного рецепта, говорят, принадлежит полководцу Александру Суворову, когда он переходил через Альпы. Оставшиеся запасы крупы и тушеного мяса он приказал сложить в котел и сварить. Поздравляю всех с праздником, с Днем Победы! Юлия Сапковская, Алина Калмыкова, Петр Йоркин, Новая Россия.